привет друзья меня зовут дарья еремина и вы смотрите арканум тв сегодня я хочу вам рассказать как же притягиваются пары на уровне родовых систем давайте представим такую ситуацию что вы находитесь в большой большой компании и там есть мужчины женщины и вот кто-то из этих людей вызывает вас какие-то чувства какую-то эмоцию вас начинает привлекать этот человек но мало кто догадывается что на самом деле на уровне эгрегоров сейчас происходит тоже определенный коннект мы с вами всегда притягиваемся по схожим программам в родовых системах и среди толпы мы начинаем точно также притягивать друг друга два эгрегора сверху начинает давать некие импульсы своим клеткам да то есть нам с вами и в этот момент мы из толпы людей начинаем замечать одного человека которому происходит какая-то химия и в этот момент два человека соединяются как-то выделяют друг друга из толпы и начинают сходиться вместе конечно же есть вот это состояние влюбленности когда нам очень нравится как партнер ест как он спит как он что-то делает но когда проходит время вдруг все это куда-то исчезает и нас начинает раздражать как он спит как он ест как он что-то делает странно почему так происходит я хочу вам объяснить это со стороны именно родовой системы сначала когда идет это притяжение до люди притягиваются по определенным программам и задачам которые есть в их роду есть эта химия да то есть мы сначала наслаждаемся какими-то моментами но через какое-то время снова происходят некие импульсы через родовые эгрегоры и здесь начинается некая война война именно на уровне эгрегоров война вот этих программ и возникают определенные претензии то есть нам уже что-то начинает не нравится каждый эгрегор пытается где-то поглотить другой пытается в искоренить какие-то другие программы и немножко вписать свои какие-то правила и в этот момент люди начинают ругаться каждый перестает слушать другого потому что у него есть свои ценности в его родовой системе а у вашего партнера есть свои ценности и здесь очень важно чтобы сохранить вот эти взаимоотношения научиться видеть эти родовые программы научиться от них отстраиваться выходить из своих собственных концепций своих внутренних правил и тогда вы не будете чувствовать вот это давление вашей родовой системы и сможете сохранять эти взаимоотношения совершенно на другом уровне на самом деле многие не догадываются насколько сильно влияют на нас родовые истории родовые программы и очень часто мы не замечаем и не отдаем себе отчет что действуем зачастую из этих родовых программ поэтому друзья очень важно заниматься родом очень важно изучать истории своего рода то как жили ваши предки и когда вы начинаете это изучать вы видите что например женщины вашем роду выходит замуж ровно три раза или мужчины постоянно уходит из семьи и вы увидите закономерности со своей жизнью вы поймете как реализуется эта родовая программа внутри вас потому что сможете отследить те эмоции и чувства которые возникали и у вас в том числе когда вы начинаете создавать какую-то пару наблюдайте за собой за своими эмоциями изучайте свою родовую систему создавайте гинограммы рода да где вы создаете и описываете истории своих предков но если к сожалению вы не знаете истоков вы можете просто начать себя просто наблюдайте за тем что вы чувствуете развивайте свой эмоциональный интеллект записываете свои алгоритмы схожие поведения и тогда вы сможете отстроиться и выйти от тех программ которые есть вашем роду и стать более счастливей и свободнее а а а а а а а а а г а а Субтитры создавал DimaTorzok